Праздник, который объединяет. В Душанбе проходит международный фестиваль детского и юношеского творчества стран-членов Содружества «Цветы столицы». Он помогает лучше узнать культуру и искусство соседних государств. Национальный колорит. Подробности знает Азиза Азизада. Посещение лицея и гимназии столицы, подарки гостям, праздничный концерт. Программа у фестиваля насыщенная. Мы успели посмотреть много достопримечательностей города. Особенно понравились Национальный музей и Национальная библиотека. Другой повод радости – новые знакомства и новые друзья. Знакомиться с культурой других народов – это всегда интересно. Фестиваль мне очень понравился. Гости не остались в долгу. В театре оперы и балета показали номера по нескольким направлениям. Вокально-хоровое пение, хореография, литературное чтение и игра на музыкальных инструментах. Каждая страна пыталась представить свой национальный колорит. К сегодняшнему выступлению мы готовились больше двух недель. Мы исполнили киргизский танец «Молмолум». Движения нетрудные, учитывая то, что это наш национальный танец. Судя по реакции зрителей, им понравился наш номер. Таджикистан – очень гостеприимная страна, а фестиваль открыл для нас больше возможностей. Более 300 участников фестиваля посетили международный форум «Душанбэ – город возможностей для развития детей». Его организовали по инициативе мэрии Душанбэ. Главная тема – дети и их будущее. Международный фестиваль детского и юношеского творчества стран-членов Содружества независимых государств позволит лучше узнать историю, культуру, литературу, искусство соседних государств. И, конечно же, будет способствовать развитию музыкального и художественного творчества подрастающего поколения. В завершении фестиваля участники выступят для детей-сирот в интернатах столицы. Азиза Азизода, Пахтовар Бахролозода, МИР24. Фестиваль проходит в рамках объявления «Душанбэ – культурной столицы СНГ» в 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова